Сегодня 30-й день месяца Рамадан. Возможно, где-то люди могут поститься 30 дней. Да, иногда в некоторые года нам везет, и мы остаемся в гостях у Всевышнего еще на один день, и гостим у Господа 30 дней. Так вот, сегодня последний день. Последние наши молитвы мы просим. Прекрасная молитва — это последняя молитва. Мы, прося у Господа в этот последний день, говорим, «О Аллах, определи мой пост из числа от благодаренных и принятых постов. Я ведь постился, а ты сам сказал, что ты благодарный Аллах. Если кто-то совершит благодеяние, то ведь я не отвергну это благодеяние. Так вот, прими мой пост, мои молитвы, которые являются моей обязанностью. Отблагодари их, оцени их. То есть даруй мне за них вознаграждение, чтобы я не просто голодал и не пил, а взамен не получил ничего. Сделай так, чтобы и ты был мною доволен, и пророк был доволен мной. Ведь пророк смотрит на свою общину, и когда она достигает успеха, то его душа ликует. А если деяния умы не принимаются, то он печалится. То есть прими мои посты так, чтобы и ты был доволен, и пророк был доволен моими деяниями. Чтобы было так. Я совершаю деяния, посты и молитвы, но ведь это обязательно. Но у этого есть суть. Это моя идеология, мое сознание, моя вера в тебя. Свяжи мои деяния с ними, с пророком, с Ахлюльбейтом, с воскресением. Чтобы это не были только внешние поступки, а исходило изнутри. Подобно дереву, у которого корни в земле, а ветки возвышаются к небу. Иначе, если обрубить ему ветки, то оно долго не проживет без корней. Так вот, в последний день мы просим. Господи, подобно тому дереву, свяжи наши деяния с их сутью. Прикрепи их, соедини их с корнями. Чтобы они внутри нас укоренились и поливались. Чтобы это дерево принесло урожай, принесло свои плоды. Чтобы его плоды не были отрезаны. То есть, чтобы наши дела не были только внешними. Чтобы оно било ключом изнутри, зиждилось новее. И в конце мы заклинаем нашего Господа, нашим повелителем, покровителем, пророком Мухаммадом, саллиллаху алейху 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 ассалям, и его причистым семейством, алейху ассалям. Вот мы молились, тридцать дней постились, общались с Господом. И надо бы поблагодарить Господа за это, сказав Господи, слава Тебе за то, что даровал нам возможность общаться с Тобой, просить у Тебя. Ибо если бы у меня не было языка, то как бы я у Тебя просил? Если бы у меня не было разума, если бы я не понимал, то как бы я с Тобой общался? Если бы Ты не научил меня этим молитвам, то как бы я молился Тебе? Ты многое даровал мне, благодаря чему я мог Тебе так молиться. Возможность просить у Тебя — это великое благо, за которое я очень сильно Тебе благодарен. Потому в конце мы говорим «Альхамду лилляхи рабдал аляминь» «Слава Аллаху, Господу мируху!» Мы благодарим за то, что Он даровал нам возможность застать месяц поста, за то, что мы постились, молились. Господи, сделай вечными эти блага, которые Ты нам даровал. Это вывод, который мы делаем из этой молитвы. Это не должно заканчиваться с месяцем Рамадан. Нужно, чтобы это оставалось в наших сердцах и после Рамадана. Мы читали Коран, так продолжим его читать. Читали желательные молитвы, так продолжим это делать. Общались по-доброму с людьми, были благонравны, милостивы. Так сохраним это и дальше, чтобы эти качества и деяния исходили изнутри нас. Мы не должны забывать об этом и возвращаться к состоянию, которое было до Рамадана. Продвинемся еще на один шаг, поднимемся еще на одну ступень. Мы просим у Всевышнего, чтобы Он принял деяния всех тех, кто слушал, читал эту молитву, с кем мы делили ифтар, и чтобы Он даровал нам возможность застать и следующий Рамадан. Даруй нам возможность снова стать Твоими гостями, поститься, молиться, общаться с Тобой. Человек иногда понимает то удовольствие, которое он получает от общения с Богом и не хочет прекращать это. Хочется продолжить говорить с Господом, просить у Него, ибо от этого душа хочет взлететь, стремясь к совершенству. Господи, Ты раскрыл наши сердца для общения с Тобой. Не лишай нас этого состояния, которое Ты даровал нам в этот месяц. Господи, ты меня в нас будет, алиeuву. Господи, Егор, Архе canvi на рахе.